всем привет если у вас где-то завалялся кусочек старой теле или радио антенны не спешите его выбрасывать вот эта вот трубочка отличный материал для изготовления зимних приманок таких как мормышки блесенки и балансирчики сегодня я вам покажу как можно быстро и легко сделать из этого материала уловистую мормышку под названием коза сразу же отрежу небольшой кусочек материал податливый поэтому эту труда не составит резать даже обычными ножницами отрезал кусочек разрезать и выпрямить вот это вот и будет заготовка для моей будущей мормышки отрезал лишний кусочек сделал такой вот лепесток виде капельки сейчас немного еще скруглю края можно будет приступать к пайке чуть-чуть с помощью надфиля закругляю все краешки такая вот капелька получилось дальше по желанию какая вам сторона нужно можно сделать лицевую либо беленькой такой хромированной либо желтенькой то есть что-то что-то сторона отлично появится поэтому тут выбор уже за вами дальше берем кусочек вильной пробки много надо сделать эту заготовочку закругленным то есть вогнутой будет та часть которая будет лицевая берем крючочки и откусываем у них шляпки дальше с помощью наждачной шкурки зачищаем это нужно чтобы они лучше припаялись крючки зачищены теперь верхней части заготовки по центру прокалываем отверстие для лески вот такая вот заготовочка у меня получилось теперь можно приступать к пайке чтобы крючки лучше прилегали к заготовочке я их также немного изогну совсем малость берем паяльник паяльную кислоту для начала нужно облудить крючки один и точно так же второй теперь берем пробку вложим мыльную заготовочку под заготовку можно просунуть кусочек еще какой-нибудь проволочки чтобы она не прогибалась при пайке тыкаем крючочки вот что должно получиться крючки развел примерно 90 градусов вот так вот здесь их расположил все плотненько теперь это все надо смазать также паяльной кислотой можно приступать к пайке чтобы не запаять отверстие туда воткну зубочистку вот так вот все пропаялось теперь остынет и продолжим дальше для нейтрализации действия кислоты паяльным рекомендую ополоснуть мормышку после пайки в воде с мылом такая вот мормышечка получилась коза осталось ее немного почистить можно приступать к покраске с чистил наждачной шкуркой вот снизу припой то есть при желании можно эту часть покрасить лаком я желтенькая ставлю не видно цвет латунь все остается покрасить мормышку можно с ней уже ехать на рыбалку когда основной слой лака подсох можно сделать так называемую точку атаки также по желанию можно надеть на крючке пару бусинок я этого делать не буду у нас и так вот эти вот мормышки очень хорошо работают как вы могли убедиться прошло минут десять такая вот мормышка коза у меня готова буквально из ничего в магазине у нас такие стоят больше 100 рублей около 120 поэтому я считаю лучше потратить 10 минут сделать самому чем платить какому-то дяде ну а на этом у меня все всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки всем спасибо за просмотр и до новых видео всем пока